Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и мы продолжаем с полса на чем он же пафнуть и он же пафнуть и в умный крутить педали в надежде, что мы улетим с этой планеты когда-нибудь и больше сюда не вернемся. Значит у нас следующее нападение, с предыдущей серии прошло буквально пару игровых дней, я подформил немножечко ресурсов, пищи принес и руды, больше в принципе я ничего и не делал, ну да, только вот здесь вот фундаменты построил и снес. И началось нападение, здесь у нас 4 рогатых насекомых, 88 если я все правильно разглядел, маленьких шипохвостов и 17 раздутых стасиков, понятно. Чем же мы с тобой займемся, давай управляй горными, турельки мы сейчас с тобой включать не будем, дальнего боя здесь ни у кого нету. Ой, а ты что 20 оставил здесь лежать? Может быть ты поднимешь? Не надо ничего сажать, переноси руду, вот здесь вот галочку на посадку мы убираем, чтобы ты не отвлекался. Ну-ка дайте-ка я проверю, везде ли галочки у нас убраны. Все галочки я убрал, так, ну-ка, а вы не можете достать, замечательно, переноси-ка по фнутий. А, я думал у тебя гипотермия, а ты просто бездействуешь. Но это неправда, мы тебе сейчас назначим действие, включай паяльный верстак и переключай какой-нибудь из дизель-генераторов. А хотя зачем, сейчас 16 часов, вряд ли ты успеешь сделать процессорное ядро хотя бы одно. По-моему не успеешь. Давай выключай паяльный верстак обратно. Зайдем с тобой в наш обычный деревянный верстак и изготовим с тобой, ну скажем, 10 единиц волоконной кожи. Для этого, для начала нужно перекусить, приятного тебе аппетита. Температура внутри 20 градусов, снаружи 21, а что у нас? Стены уже не спасают, все. А, нет, вот 17 снаружи, внутри 19, более-менее теплее. Изготавливай нашу первую волоконную кожу, куда ты ее отнесешь. Ой, все правильно. И давай вот так вот все 90 оставшихся единиц этого каракожника перерабатывай. Нужно нам с тобой делать уже более прочные ботинки, одежду и так далее. Отлично, горны заправлены, немножко волоконной кожи мы изготовили и крайний у нас тут. Крайняя рогатая насекомая начинает уходить, поэтому выделяем вот эти все фундаменты. Начинаем строить пирс, нам нужно ненадолго выйти наружу. Я совсем забыл про шарики чайные, которые уже, наверное, испортились или их кто-то съел. Вот они лежат. 66 процентов. Нормально, нормально. Я надеюсь, мы успеем их донести. Вполне себе. Блин, поставь ты на паузу эту волоконную кожу пока что. Вот они все уходят, животные, да? Прекрасно. Пафнути, блин. Горны это важно, но пол же у нас с тобой тут, понимаешь, недостроен. Отлично, теперь ты можешь выйти. Время 19 часов. И иди за шариками. В смысле съесть? Как это нет доступного хранилища? Мы их вот здесь разместим тогда? Да, я, конечно, гений. Отправил тебя под вечер за чайными шариками. Подожди, не возвращайся. Где они тут лежат? Ты шел их кушать, и теперь тебе нужно их перенести. Блин, а когда у тебя была задача их пойти кушать, ты как-то побыстрее двигался, Пафнутий. Не находите, а? На всякий случай возьмем тебе тут спальник, разместим посреди дороги где-нибудь. Если ты уж спать захочешь, чтобы ты хотя бы на улице поспал, время не терял. Ай, ночью будет холодно, он же замерзнет. Сколько у тебя там процентов отдыха? Сорок? Обалдеть. Настолько мало. Так это ты у меня к утру, дружище, только дойдешь. Зачем я, спрашивается, грибы высаживал, если они все равно были съедены не мной? Да, нужно срочно строить сарайку. Нам нужно место. Ой, хорош. Блин, Паша, нам с тобой теперь негде размещать чай. Иди-ка ты, наверное, поспи часок. Нормально, чуть-чуть покемарил, давай с тобой избавимся от каракожника и переработаем его весь в кожу. Тогда у нас местечко на стеллаже одно освободится, и уже будет куда лучше. Но было бы еще вообще прям супер, если бы ты еще горны заправил. Ух, какой ты молодец, прям читаешь мои мысли. Какой ты хороший, господям. Так, в принципе, пока Пафнутий тут изготавливает эту кожу, что нам нужно сегодня сделать? У нас есть с вами камень, я его принес не зря, ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Я хочу разместить каменные полы. Очень много, мне они нужны для... Чего бы вы думали? Для кирпичного сарая, все правильно. Блин, настолько большой. Нет, это мы не потянем с Пафнутием. Зато мы потянем... Че, ты три штуки не доделал всего? Время 21 час. Ну, в принципе, ложись сегодня пораньше. Как мы с вами можем поступить? Мы можем, если здесь у нас останется спальня-кухня или что-то там еще. Потому что, когда мы достроим сарай, у нас освободится место. Верстаки все переедут в сарай. Складские вот эти все ячейки тоже переедут в сарай. Скорее всего, мы и эти аппендиксы уберем. Ну, потому что они, блин, некрасиво так выпирают, мне не нравится. Значит, построим мы сарай с вами примерно. Ну, 7 на 7, я полагаю, будет маловато. А вот 7 на 9... А у нас уже и не хватает на 7 на 9. Нам нужно еще камня. Ну, давайте сначала хотя бы 7 на 7. А дальше посмотрим, может быть, камни еще принесем. Блин, а как мы тоже с вами сейчас разместим этот фундамент, если нам у нас нету места? Подождите, как это у нас нету места? У нас есть место. Для горнов, которые будут плавить для нас. Раз, вот так вот. Два. Хранилища. И здесь будет лежать строительный материал под названием кирпич. Далее мы здесь будем обжигать. Сделаем... Доделать до, не знаю, 500. Обычная простуда, все будет хорошо, не переживай. И здесь будем обжигать также кирпичи до 500. Классно. А ты что делаешь? Ты кушаешь, серьезно? А я тебе убрал из... Чайные шарики, да, нужно убрать, чтобы ты их не скушал. Давай, управляй горными. А это что за сплавы металла на 100% в срок годности? Ой, блин. Так. Тогда доделывай кирпичи и доплавь этот металл, блин. А пока это все дело плавится и обжигается, давай-ка наконец-то избавимся с тобой от каракожника. Нам нужна ткань на одежду. По состоянию пафнутия давайте глянем. Счастье 54%. Сытость нормально, отдых, расслабление нормально. По болячкам обычная простуда и тяжелая астма. По счастью, вообще все прекрасно, за исключением разнообразия еды и боли от астмы. Амуниция, обмундирование требует внимания. По навыкам, ну пока держится, да. Самое лучшее у нас это ремесло и физподготовка. Что в принципе логично. Мы в большинстве своем крафтим и добываем. Здесь мы все читали, здесь все понятно. Получается, что на следующее утро пафнуть и мы с тобой сможем сварить себе чай. А ну-ка. Он же... Ой, да. Чайные шарики. А сколько нужно шариков для чая? 20 шариков, это одна порция чая? А что так мало? То есть вот этих деревьев, это у нас 4 чашки чая, что ли? Или 4 заварника? А ну-ка, давай-ка посмотрим. Так, вот сюда мы сможем разместить горячие напитки, где они. Вот чай, пускай здесь лежит, на этой полочке. Блин, еще одни агрессивные животные. Маленькие, чё? Маленький богомол и раздутое насекомое переросток. Ну, они нам не страшны, у них дальнего боя нет. Но нужно снести с пафнутием нам парочку фундаментов. Кстати говоря... Да ладно, пищи тоже хватит, ничего страшного, продержимся. Давай, дружище, утро начинается не с кофе, утро начинается с безопасности. Он поставил чай на заварку? Смотрите, чай сам готовится, незавершенный чай, 60, уже там 70%. То есть он просто заправил его, он варится, что ли? И все? Ну давай, управляй горнами, посмотрим. Ох ты, топливо. 86 единиц осталось. Так, нападение тем временем началось. Ну да, как я уже это и говорил, тут в принципе не страшно, не критично. Опять тормоза пошли. Бесячие. Блин, а он не захотел вот этот незаконченный предмет положить в горн. Он почему-то положил туда свежую руду. Не понятно совершенно почему, переносит чай. А может быть ты прямо сейчас вот чаю попьешь? Хотя давай, да, подождем, когда фрезы уйдут. И куда ты его переносишь? А ну-ка расскажи ко мне. Молодец! Блин, прекрасно! Блин, еще один занятый слот под этот дурацкий незаконченный предмет. Восхитительно, Паша. Молодец. Жму тебе руку. Все шикарно. Мы с тобой в идеальном тандеме, блин. Работаем, понимаем друг друга идеально, замечательно. Два слота у нас теперь забиты какой-то незаконченной ерундой. Давай, плавь тогда, что мне тебе сказать? Вот здесь сплавы металла сделай один, потом уже... А может быть он их закончит, когда руда кончится? Бегство от опасности? Серьезно? Ну ладно, заправляй горнами, ложись спать... Заправляй, говорю, управляй горнами. Факелами, всеми этими делами. Ложись спать, отдыхай. И, возможно, вот эта вот гадость уже и вот она потихоньку начинает уходить. Прекрасно. Замечательно. С утра можно будет и чайку бахнуть, знаешь? Наша первая чашка чая. Давайте посмотрим, какой баф он получит. Блин, здесь холодно, ему реально внутри холодно. Блин, Паш, нужно срочно одежду новую крафтить. Давай, пей чай, дорогой мой, пей. Но? Наслаждался напитком, плюс 15, лёгкое обезболивающее чай. Лёгкое обезболивающее, так, наслаждался напитком. Это было освежающее чай. Ммм, хорош, на 13 часов. А здесь что? Лёгкое обезболивающее чай. Боль, минус 10. Итого у нас нету боли. Блин. Хорош. А вот для сознания нам чего? А, это из-за обычной простуды движения, из-за астмы и простуды. Так, значит, тебе нужно кофе пить, правильно понял? Ладно, управляй горными. Но теперь мы хотя бы боль не получаем, правильно? И у тебя из дебафов только недостаточное разнообразие пищи. Замечательно. Так, вот здесь вот что? Достигнуть лимит. Ты заправил. Ага, молодец. Перенёс, блин, этот предмет с одной полки на другую. Переложил. Да ты гений. Давай, нам нужно выйти с тобой наружу. Для чего? Для пополнения запасов пищи и палок. Палки, оказывается, не созрели, поэтому срубаем сено. Нам нужно пополнить запасы. Это однозначно. Кирпичей нам нужно довольно большое количество. Потом, поэтому срубай копаши. А сколько ты за раз у меня уже носишь-то? 100 единиц всего? Серьёзно? А почему так мало? Давай это тоже срубай. Не переноси. Далее нам нужно ещё вот эти бы 5 гептагоний. А, нам нужно 3. Ладно, значит пока что не будем собирать. Ну, сначала рубишь, потом носишь. Ну, Пафнути, ну чего ты в самом деле? Давай, просыпайся. Немножко передохнул. Заправляй все горные. Нам нужно очень и очень много всего. И кирпичи. И руда. Всё, 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 всё это нам нужно. Молодец. Так, дальше давай мы с тобой, знаешь, как поступим? Мы переместим сначала вот это дело всё сюда. Вот эту опору лэп сноси. Деревянную переноси. Ой, металлическую переноси на её место. Далее ветряную турбину размещай. Блин, ты покушать хочешь? Прямо вот сейчас. Это прямо нужно. И размещай здесь в графе электричества. У нас есть замечательная штука батарея. Какой ты молодец. Теперь у нас есть небольшое количество электричества. Ноль часов. Ну давай, ладно, иди отдыхай. А с утра уже наладим. Хотя зачем, подожди. Мы же можем сразу проверить постройка потолочной светильники. Ну, в принципе, тепло. Ой, тепло, говорю. В принципе, светло. Нужно только, наверное, взять здесь ещё настенный светильник. И куда-нибудь вот так его что-ли воткнуть. Да нет, лучше скопируем и вот так вот воткнём. Ну, я вас поздравляю. Теперь у нас дома есть свет. Прекрасно. Теперь у нас дома везде есть свет. Мы можем, наверное, даже вот этот светильник перенести сюда. Далее мы его скопируем. И второй вот где-нибудь вот здесь разместим. Теперь у нас будет обалдеть как светло. Ну, да. Везде светло. Во всём доме. Кайф. Ну-ка, а если мы... Ну, в принципе... Ну... Как сказать? Да нормально. Нормально. Вполне себе. Тесновато, мне кажется. Хм. В общем и целом. Но зато у нас теперь есть рабочий ветряк. Батарея, которая заряжается. И нам теперь не нужно переключать дырчики. В теории, если мы хотим воспользоваться паяльным верстаком или же улучшенным научным столом. Это же прекрасно. А ты куда пошёл? Переносить сено? А что, прям одну единичку тебе не хватает перенести? Вот, так-то лучше. Это почему всё зелёное стало? Или мне отсвечивает? Гроза и Пафнутий бездействует. Слушай, ты сейчас бездействовать меня не будешь. Потому что ты сядешь и выпьешь чаю. Шкала сытости при этом не пополняется, естественно. Далее нам нужно как минимум 6 единиц гептагонии. Давай, собирай вот эти 5. Как раз время 19 часов, ты вполне себе успеваешь собрать этот урожай. И, наверное... Ух, как! Ещё заряд батареи. Блин, хорош! Наверное, вот этот мы переместим чуть-чуть сюда. Мне кажется, будет вполне себе достаточно освещения. Ну, минус 1 источник затрат палок. Я хоть сам-то понял, что я сказал вообще нет. Минус 1 потребитель палок. Факелы. Мы их снесли. Теперь у нас палки кушает только камин. И получается горный все. Подожди, подожди, не иди спать. Мы хотим посмотреть, как это ночью будет всё. Да, светло, хорошо. Давайте посмотрим во вкладке производства. Где у нас электропечь? Она потребляет 30. Преобразует металлолом и руду в сплавы. Хм, возможно... А сколько она там... А ну-ка... Блин, достаточно много места она занимает, я вам скажу. Но мы можем 1 горну брать. Вот этот вот. Снесём. По 10 топлива каждый требует. Обалдеть. Обалдеть. Доброе утро, Пафнутий. Отдохнувший, сытый, расслабленный. Иди сноси горн. Будем с тобой ставить электропечь. Не так, чтобы много она там потребляет. Поэтому, в принципе, всё неплохо. Давайте назначим ей рецепт. Из руды. Плавить. Руда. Доделать до... Ну, пускай до 400 всегда делает. Управляй горнами и электропечью закидывай в неё руду. Я помню, что один из незаконченных предметов был как раз из электропечи. Да, наконец-то. А может быть ты и этот незаконченный предмет в виде сплавов металла тоже в горн закинешь? А, ну тут ещё руда плавится. Агрессивные животные 360 штук. Ровно столько, сколько дней в году. Насекомые переростки. О, от верблюзебры-то почти ничего и не останется. Прошу прощения, от верблюзебры-то почти ничего и не останется. Срок годности уже 2 из 100. Ничего себе. Моментально они её сожрали. Так, Пафнутий. Ну что, утро совсем не с кофе началось? Сколько ты можешь единиц гептагонии собрать сейчас? Давай попробуем с тобой ещё... Пара-па-па-па-па... Ну штучки 3 давай соберём. Хотя зачем 3? Давай сотку собирай. Мы если что, разместим это всё вот здесь. Стой, Зорька. Сноси грунтовые полы по пути. Чтобы эти неадекватные стасики не покусали тебе пятки О, вот как раз стасики начали свое нашествие Давай сноси грунтовый пол Все, дальше они точно уже не дойдут О, какая толпа Ну ладно, удачки вам Я ваше нападение скипну Посижу дома, найду чем заняться, не переживайте Блин, дерево теперь разбросано везде Интересно, могу ли я еще говорить, думает Пафнутий Да, я думаю, вполне себе Давай ты сегодня пораньше чуть-чуть ляжешь спать Потому как следующий день тебе сулит что? Ну или крафт одежды, или крафт цифровых процессоров Ну а пока эти стасики тут кучкуются Мы это все дело успешно скипнем Я решил посмотреть, насколько быстро турели справятся с таким количеством тараканов Потому что они задолбали здесь мне фризить О, неплохо, неплохо Я тут Пафнутия уже отправил палки делать такое Что-то он тут ходил Слайд-шоу показывал мне, как он рубит палки Я подумал, да зачем? Ждать вот это все, пускай турельки разберутся В принципе, довольно быстро Пафнутий, иди выключай переключатель питания Пока ты дойдешь, уже и всех тараканов перемолят Там осталось только 6 штук Давай, наводи дома уборку Переноси дерево Тут вот палки, которые ты нарубил Вот здесь вот мы все на стоп ставим Что ты делаешь? Переносишь кирпичи О, еще одни обломки космического корабля Блин, нет, далеко, извините Эти уже ушли Ну и замечательно Тот, кто не успел, тот остался здесь у меня возле пирса Солнечное затмение? Серьезно? Солнечные вспышки? Так, Пафнутий Вот этот горн освободил Что ты дальше будешь делать? А ты не хочешь вот этот незаконченный предмет сюда сложить? Блин, ты спать пошел? Серьезно? Эх, ладно, Пафнутий Ну, спокойной ночи Молодец Что ты теперь будешь делать? Внутри помещения у нас температура 10-11 градусов Снаружи всего 2 Управляешь горнами, да? Ну, кирпичи, понятно А вот этот вот горн? Разве ты не хочешь положить сюда металл? Не хватает ресурсов Ну, включи электропечь Блин, хорош Ладно, выключай электропечь А попробуй тогда плавить Ой Из металлолома попробуй плавить Это незаконченный предмет Из металлолома Все верно Хорош А ты заправить-то его не хочешь? Он заправлен Замечательно Теперь, Павел, смотри, что нужно сделать Нужно выбрать в меню Вот этого вот чудесного металлического верстака портного А некие предметы Например, ботинки Выберем обычную ткань Иди Шей их сразу Далее из штанов мы выберем тебе термоштаны Также будет использоваться волоконная кожа и ткань Только довольно долго ты это все будешь крафтить, блин Из курток нам с тобой понадобится пальто О, на случай, если станет прям холодно-холодно А может быть сразу Меховое пальто Да нет, не хочу Давайте обычное пальто Из обычной ткани Сколько оно там требует? 40 единиц Ну что ж 40, так 40 А нам хватит? Да нет, не хватит Сделай его полностью из волоконной кожи Осталось два горна Которые делают только кирпичи Ну что ж, ладно По крайней мере, ты за этот день успел Сделать себе новые ботинки А завтра с утра Мы с тобой начнем крафт Штанов Термоштанов Пальто И сделаем тебе еще и свитер Свитер требует 30 единиц ткани Давайте посчитаем это все Термоштаны 20 единиц Итого уже 50 И Пальто 40 У нас двух единиц ткани не хватает Ну тогда Действительно Пальто будем делать из волоконной Кожи Ладно, Пафнутий Доброй ночи Увидимся с тобой Утром Чашечка чая С утра Как же это Прекрасно Пафнутий И с чаем у нас Уходит Боль Замечательно Нужно сначала пить чай А потом играть на барабанах Потому как Если сначала поиграть на барабанах То игра не даст выпить чаю И скажет что Персонаж уже Расслаблен Так что имейте это ввиду Управляй Пафнутий горнами Энергия копится А можем ли мы еще одну Батарейку Блин, нужно сохранять энергию Нельзя так расточительно Так, давай сноси Вот этот склад А у нас нету Наверное Да, у нас Электричества Нету электроники То есть Детали на новую батарею Так А куда бы нам ее потратить А ну вот Мы сейчас как раз Напаяли на верстак Или на научный стол Ее и потратим Но для начала Разберемся с одеждой Замечательно Пара штанов Готова Ну или просто Штаны Следующим тебе стоит Сделать А, ты решил пальто А я вот хотел тебе Выбрать свитер Свитер по-моему Делается гораздо быстрее А, ну всего на 4 часа Слушай, иди-ка ты Кушай и спи Да А я пока посмотрю Что у тебя тут Боль еще не началась Но разумеется Ты чай пил утром У нас еще Сковано движение Как мы можем Себя Может быть кофе Начнем варить Ребятки А, как думаете Кофе Это же По сути энергетик У него движение Или работа Должны будут ускоряться Так Подождите А ну-ка Вкладка Исследования Зерновой кофе Известно, что Зерно обладает Некоторым Стимулирующими Свойствами При правильном Нагревании Зерновой кофе Не такой Хороший стимулятор Как обычный кофе Но он Восстанавливает Энергию Уставшего тела И немного Улучшает Сознание Движение И работу Слушай Паша Так ты сейчас Будешь Получается В новой Одежде Изучать Кофе Кофеварение Кофеварку Для этого Мы с тобой Вот В этой Графе Пожалуй Выберем Сырая еда Зерно Ну давай Дошивай Новая Одежда Пальто Готово Самое Время Перекусить И начать Делать Свитер А потом Мы уже С тобой Сделаем Кстати Нам бы и шляпку Еще Допустим Шапочку Было бы Неплохо Сколько У нас с тобой Осталось ткани Давай глянем 38 штук Да нам Хватает И на шапку И зимний комплект У тебя будет Полностью Готов Недостаточно Топлива 32 Но я тут Дерево Набрал 195 штучек Дерево У нас с тобой Еще осталось В принципе Приемлемо И по хлопку Если мы снимем Вот эту Твою одежду Мы ее На 30 Где-то Разберем Да Ткани В общей сложности Здесь там Пятерочка Будет Здесь 10 Здесь 10 В принципе И за тканью То выходить Нам скорее всего Не придется Она у нас И не поспела Совсем Ну Летний комплект Подождет Если что Просто Разденемся Отлично Свитер Тоже готов Самое время Сшить себе Шапочку Шапка по-моему 4 часа Всего делается Великолепно И шапка Тоже готова Давай-ка Пафнутий Все Переноси Заноси Надевай шапку Затем Пальто Кстати Можно Передевать его И через Вот этот Вот Режим Прекрасно Во всем Новом Прям как Обладает Ничего себе Здесь у нас Сколько 15 тканей Здесь 10 И здесь 10 Ну пускай пока В неразобранном Виде лежит А ну-ка Выйди на улицу Или на свет Куда-нибудь Покажи нам Как ты выглядишь Блин Ну ты на стиле Да Ничего себе Вот это Походка Это Походка Венца Эволюции Да Пафнутийся Неплохо Он так Сшил Да Пальтишко Хорошее Ботиночки Термоштанишки Шапочка Ну ты готов Давай посмотрим На твои параметры Холодостойкость Ниже 19 Он теперь может Пойти куда-нибудь За камнем И прям на улице Лечь спать Вот на этой Вот лежанке Где она тут Вот на этом Вот спальном месте Наземная Прекрасно Это просто Прекрасно Так Пафнутий Включай Улучшенный Научный Стол И смотри Тут есть Чудесная Такая штука Зерновой Кофе Я советую Тебе Исследовать Зерновой Кофе Так На 60% Он его изучил А ты думаешь Ты добьешь Сегодня Это изучение Мне кажется Не успеешь Ты До 12 Успеешь До 2 До 3 Часов Это точно Так Зерновой Кофе Ребятки У нас Делается С вами Из зерна Я правильно Понимаю То есть Нам с утра Нужно будет Допить чай Собрать Урожай Зерна Выключай Сразу Улучшенный Научный Стол Нечего Тратить Энергию Зря Есть ли у нас Тут Ооо У нас тут Есть На кофе Точно Хватит И даже На Какое-то Количество Турелей Так Зерно У нас Здесь Будет Лежать Кофе Другие Предметы Ага Жалко Что он Не Ну Не Переносит Все ресурсы В одно Место То есть Вот здесь Вот 60 Здесь Вот 20 Всего В стаке Может быть 100 Жалко Что он Их Не переносит Никак Давай Дружище Утро Не с кофе Начинается Гулять Не нужно Выпей чай В первую Очередь Потом Копируй Вот это Дело Медитируй Что-то Там Собрался Делать Погулять Хорош И Строй Грунтовые Полы Кстати Вот этот Вот склад Уже Можно Скорее Всего Сносить Ой Ты покушать Хочешь Позавтракать Ну Приятного Аппетита Ну Давай-ка Глянем Что у тебя Тут По Статистике Холодостойкость Вообще Шикарная Теплостойкость Отвратительная Мы во всем Теплом Далее По здоровью Легкая Обезболивающая Чай То есть А мы можем Интересно Попить и чай И кофе Места для хранения У нас столько Нет Чтобы два Напитка Сразу Хранить Астма Тяжелая Можем Ли мы Блин Как будто Она вот Хроническая Да Недостаточное Разнообразие Еды Но это Ничего страшного Здесь Немного Жарковато А ну да Так то Снаружи 24 Слушай Ну Что сказать Сними пальто И не переноси Ничего Потому что Сейчас нужно будет Собрать Немножко Урожая От того Что куртка Пару часов Полежит Стой Не собирай Дальше Зерно А подожди Собирай Нам нужно Топливо Будет С тобой Делать Конечно Собирай Дружище Собирай Сколько Стоит Это все Мы отсюда Уберем Кофе 20 единиц Зерна Кофе Стоит 182 Маленького Шипохвостого Насекомого На развесках Конфет К нам Тут насыпали Слушай Паш Ээээээ Да я тут Что-то подумал Мы с тобой Соберем Чуть попозже Главное Чтоб ты успел Занести Это на пирс Хотя бы Потому что Эти штуки Довольно быстро Ходят А Подождите Тут Они разного Цвета Да я Перепутал Так Молодец Теперь Сноси обратно. Ну вот, считай, вышли с тобой буквально за зерном, и все. Куда пошел? Не надо ничего собирать. Иди обратно. Надевай пальто, переноси зерно, и ты знаешь, чашечку кофе с утречка можно было бы и приготовить. Нападение началось. Вот эту галочку мы пока что уберем. Кушай, и ложись спать. Какая дружная толпа. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Шагают, шагают, шагают. Ты посмотри на них. Перебирают своими лапками. Но вы же до меня не дотягиваете. Да, как обидно, совсем чуть-чуть не дотягиваете до меня. Ну и ничего страшного. На самом деле, ребятки, я думаю, стоит проверить кофе уже в следующей серии. Как оно будет действовать на пафнутие, поможет ли нам сильно в движении или в работе. Обязательно посмотрим. сегодня, скорее всего, вышло обновление на игру. Не знаю, я запутался в датах, потому что за день пишу серию, пишу материал. Мы с вами посмотрим на обновление, пощупаем его обязательно, потрогаем, но чуть-чуть попозже. Вот. Ну а на сегодня большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра! Субтитры сделал DimaTorzok